Всем привет! Ну что, соскучились по мне? Кто соскучился, ставим лайки. Кто нет, ставим дизлайки. Короче, целую неделю я не снимал. Все как-то не было повода. А тут сегодня сходил к врачу. Один причем, без жены. И вот как раз думаю, давайте я вам запишу ролик. Расскажу, во-первых, как это все делается. Ну и вообще о своих впечатлениях, о своих эмоциях. Давайте вам дорогу вам показывать. Сейчас мы, кстати, находимся в Беблингене. И едем домой. Давайте начну с самого начала. Значит, перед походом к врачу мы вчера сходили к нашему домашнюю врачу. House Arts по-немецки. Взяли у него направление. Сейчас вам покажу, как оно выглядит. Это направление у меня к ортопедии шипраксис. Этот ортопедия. Короче, суть в чем. Потому что еще в России я на фитнесе то ли этот потянул, то ли получил травму. Не знаю. Короче, у меня болит сейчас этот плечо и локоть. Ну как сейчас. Уже где-то около года это все болит. Вот. И, наконец-то, руки дошли заняться этой проблемой. Жена тоже сделала мне термин. И вот термин оказался у нас на сегодня. Ну, кстати, ждем мы его уже где-то недели три. Поэтому в плане терминов здесь, конечно... Ну, не бывает такого, что день в день. Вот. Не знаю. Только если можешь что-то такое срочное. А так обычно записываешься на термин и ждешь. Мы ждали, в моем случае, три недели. Значит, жена у меня сегодня работает. Поэтому у нее еще не получилось со мной поехать. Вот. И я ездил сегодня один. Она у меня, короче, вчера написала такое письмо. Ну, письмо врачу. Такие заметки даже. Не письмо. Назовем это заметки. Значит, мои симптомы. Че и как у меня болит. Вот. Потому что, естественно, я на немецком это все не объясню ему. Потому что немецкий у меня еще слабенький, конечно. И до таких вещей у меня еще далеко, я думаю. Вот. Короче, я с этой бумажкой приехал сегодня в клиника Бюблинген. И какая-то частная практика. Значит, все. Клиника выглядит, конечно, очень круто. Так, модерного. Значит, эти открывающиеся сами двери. Там лифты все такие. Такие аккуратненькие, чистенькие, современные. Вот. На рецепшене тоже там. Так. Немножко так футуристично там выглядит. Все такие с этими ходят а-ля айпадами. Заполняет там вот эти типа опростных листов. Вот. Короче, ну, я подошел на рецепшен. Ну, объясниться я так, конечно, могу. Все, сказал, что у меня термин. То, что у меня термин сегодня на 9 часов. Все, я прибыл. Что мне делать? Бла-бла-бла. В таком контексте. Все. Дал я ей вот эти заметки, что жена написала. Все. Ну, я, конечно, предупредил, что у меня немецкий плохой. Она сказала, что у меня нет проблем. Типа, не страшно. Вот. Короче, все. Заполнила там что-то в компьютере. Туда-сюда. Все. И сказала мне, типа, ожидайте в Артециме. Да. В комнате ожидания. Вот. Ну, и все. Подождал я. Я приехал пораньше, где-то за 20 минут. У меня термин был в 9 часов. Я приехал в 11.9. Вот. Короче. Все. Я подождал. Этот доктор меня вызвал. Все. Сначала там тоже, типа, не доктор. Там, наверное, типа его медсестры, наверное, тоже со мной и так пообщалась. А этот тоже позабивал информацию в компьютере. Вот. И потом пришел врач. Врач был мужчина, молодой. Ну, как молодой. Ой, ровесник. Не знаю, молодой это еще считается. Вот. Короче, все. Он этот... Сейчас я настрою. Со мной тоже пообщался. Вот. Я ему сказал тоже, что у меня немецкий плохой. Туда-сюда. Но жена так хорошо написала. Вот. Вот. Заметки такие, что у него, в принципе, таких сильных прям ко мне вопросов не было. Значит, тоже у меня сделал УЗИ. Вот. Сказал, что там, да, есть такое небольшое воспаление. Прописал. Дал мне рецепт на это лекарство. На лекарство, на бандаж. И еще на какую-то вот медицинскую процедуру, которая стоит 72 евро, по-моему. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот. Короче, мы еще до конца с женой так и не поняли, как кто это будет платить. То ли наша страховая, то ли мы чего-то. Поэтому я так насчет этого сильно говорить не буду, потому что, что у вас тоже не сбивают с толку. Вот. Значит, все у меня просветил туда-сюда. Начал мне объяснять, что к чему. Ну, тут уже мои знания немецкого закончились. Я его попросил позвонить моей жене. Вот. И его медсестра как раз позвонила жене. Все ей объяснило, что и как. Вот. И все. И после врача я пошел, дошел тоже вот там рядом с их клиникой находится не аптека, а вот... Слово забыл. Ну, короче, там, где продается вот это такое специальное оборудование, да. Потому что мне выписали такой специальный бандаж. Ну, как выписать? Я, конечно, за него заплатил тоже. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. И заплатил я за него 5 евро. Вот. Значит, тоже этот бандаж, сказали, носить мне, когда при нагрузках. Допустим, если я в фитнес пойду. Или там что-то там активная работа. То есть его одевать, чтобы как бы этот разгружать. Вот. Ну, я, кстати, его померил. Что-то пока как-то шипит, он мне слишком не помогает. Ну, ладно. Вот. Тоже сейчас доедем до аптеки. Купим мы тоже лекарства. Там этот... Еще два рецепта. Сказали мне то, что попить надо недельку-две. И пока воздержаться тоже от фитнеса. Вот это мне, конечно, немножко подрастроило. Потому что я как раз сейчас хотел... Машина у меня... Как раз хотелось сейчас поехать в фитнес. Но фитнес мой накрылся. Ну, да ладно. Надо тоже подлечиться. Вот. Короче. Какое мое резюме по этой, по клинике? Конечно, сервис, ничего не могу сказать. Все хорошо. Улыбчивые, все здороваются. Туда-сюда. Значит, тоже оборудование... Ну, как я... Я был-то в одном кабинете, поэтому, конечно, за всю клинику я не могу говорить. Но в кабинете было оборудование очень даже современное. На мой взгляд. Опять же, я не специалист. Визуально мне все понравилось. Значит, мы застрахованы БКК. Это наша называется страховая компания. Вот. Вроде она все это дело оплачивает. Поэтому, в принципе, мы именно за этот прием ничего не должны заплатить. Но если к нам придет счет, я вам, конечно же, расскажу, че и почем. Вот. А пока я заплатил 5 евро за бандаж. Сейчас за лекарства заплачу. Я вам, наверное... Давайте я вам сейчас сюда вставлю, какие я купил и ценники ихние. Вот. Я думаю, что эти ценники как бы стопроцентные без этих, без скидок. Ну, я имею в виду то, что бывает, что какая-то услуга тебе оказана, да, и эта страховая компания берет часть на себя за отряд, а часть ты сам плачешь. Так вот, я думаю, что вот эти лекарства я как бы плачу на 100%. Я так думаю, могу ошибаться. Вот. Ну, ладно, пока ценники вроде не очень большие. Это что касается лекарства, клиники. Вот. И, короче, я в самой клинике потратил... У меня прием был в 9 часов. Откуда я вышел без копеек 10 часов. Короче, ну, где-то час, 10-20 я там проторчал. Ну, время как-то быстро пролетело. Вот. Поэтому даже, в принципе, сильно-то не устал. Народу было мало. Ну, это тоже такая ортопедическая практика, а не какой-нибудь там заболевание там простудное. Поэтому, я думаю, что за счет этого связано, что народ тут так себе. Ну, там, я думаю, что просто вот эти термины назначают, и тоже как бы очереди эти как бы раскидывают. Так что... Так что пока впечатления хорошие. Значит, я вот еще точно не знаю, это я уже наспрошу, потому что она с ними по телефону говорила, назначен ли мне еще один сеанс к ним или нет. Вот, поэтому... Первый раз я там... Ой, точнее, последний раз я там или не последний, я тоже не знаю. У нас сегодня вообще погода шикарная. Сейчас пишут 20 градусов, но на солнце я бы вообще здесь таял просто. Поэтому это тоже, как бы, когда хорошая погода и как-то настроение сопутствующее. Хотя, признаться, вчера, блин, когда я узнал, что один пойду к врачу, мне это не очень понравилось. Ну, потому что у врачей у них такой специфичный же эти терминологии, и, естественно, мой язык до такого не очень. Видели, да? Вот сейчас машина проехала, это называется Erl Koenig на немецком. Это был новый Mercedes. Кстати, вот таких машин в Германии, ну, я имею в виду Erl Koenig, очень часто вижу, но, как назло, всегда вот я, когда еду на машине, когда я не снимаю, я их вижу очень часто. А с камеры, чтобы попасть, это вот первый раз, да, по-моему, на моей памяти, когда он у меня прям в кадр попал. Очень интересно, сзади здесь тоже регион Штутгарта, и здесь этих, ну, Mercedes собирает, и здесь я не катаюсь в таком виде, ну, я имею в виду в камуфлированном виде, очень часто, очень часто. По-любому я вижу где-то, если в среднем раскидать, наверное, раз в две недели я всегда вижу такую машину на дорогах. Это мы немножко, немножко отступили от темы. Вот. В принципе, все. Через пару дней у меня будет уже, как год я в Германии, тоже запишу отдельный ролик, кому интересно, расскажу. Ну, наверное, все. Всем спасибо. Пальцы вверх. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok